В администрации Амурского района прошло совещание главпоселений. Подробности далее. На совещании с главами поселения начальник отдела культуры Амурского муниципального района Михаил Иголкин выступил с докладом об итогах работы культурно-досуговых учреждений городских и сельских поселений в 2015-м и задачи на 2016-й год. Показатели и даже некоторые были у нас в трону увеличения за 15-й год. Зараз на то, что было финансирование напряженное, тем не менее, все было выполнено. Но есть некоторые повреждения в уменьшении мероприятий по детской аудитории, есть по посещаемости, по идее, есть платные услуги по нержанию. Но в общем-то, в основном, мы вышли на результаты уже в среднем и по району, и по краю. То, что было у нас запланировано. То есть учреждения культуры не дрогнули в 2015-м году. Также продолжали все работать. Просто люди умеют работать, надо их просто контролировать, и чтобы они выполняли свои показатели, результаты, итоги по дорожным картам. По общему количеству посещаемых мероприятий мы выполнили. Я здесь отметил бы, конечно, понижение было по Вознесенскому поселению и по Жуимскому поселению. Жуим, понятно, учреждение культуры такое сложное, чуть ли не аварийное, но тем не менее, они проводят мероприятия. Увеличение прошло по мероприятиям Литовка, что отрадно, наконец-то. И Батонический сад города Мурск в два раза увеличил посещаемость. За 2015 год. Посещаемость мероприятий для детей выросла. И на платной основе стали расти мероприятия за 2015 год. То есть стали зарабатывать средства. Больше, то есть дополнение к бюджету. Последние 8 лет каждый год президент Российской Федерации посвящает той или иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 2014 год – год культуры, 15-й литературы, а 2016 год – год российского кино. Михаил Алексеевич предложил зарабатывать учреждениям культуры на платных киносеансах. По киносеансам, ну у нас показывают в основном кинотеатры города Мурск работают, но могут такие же фильмы показывать на видеоустановках, крупные учреждения культуры – и «Ворскот», и «Лебан», и «ЦСКА», и «Вознесенский», и «Сору» и «Литовка». В этом принципе у них есть киносеансы, но очень мало. И 16-й год – год российское кино. Это надо было, чтобы в этом году в киностановке работали, привлекать посещаемость зрителей в кино, ходить за зрителями, бегать за зрителями. Это заходы в вашем учреждении. А поэтапно внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в Амурском муниципальном районе рассказал начальник отдела молодежной политики и спорта. На территории Амурского муниципального района утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению культуры, которые я вам сейчас раздал. Данное мероприятие уже проводится с 2015 года. В 16-й год у нас прием нормативов ГТО среди учащихся образовательных учреждений. Мы на сегодня сформировали график приема. Обучающиеся направили заявки, поэтому мы сейчас как бы отрабатываем. Что необходимо сделать, начиная с 2017 года, так как прием начинается среди всех групп населения. Я хочу довести информацию о том, что у нас в соответствии с указом президента утверждено 11 ступеней. Первая ступень от 6 до 8 и 11 ступень от 70 лет и старше. Поэтому предлагается назначить адрес медлиц за поэтапное внедрение ГТО на территории муниципального образования. Для того, чтобы мы координировали действия. Создание советов на предприятиях, учреждениях, организациях с людьми, с которыми мы будем непосредственно внедрять данные нормативы, принимать, методическую помощь оказывать. Информационное сопровождение на территории муниципального образования. Через средства массовой информации, телевидение, информационный бюллетень. В крупных поселениях определить, ну вообще как бы всех поселениях, определить места для приема нормативов ГТО. Это спортсооружения, которые имеются у нас на муниципальных образованиях. Они все подпадают, тут места тестирования. Не включить их в перечень. Составление графиков мероприятий, которые включают внедрение мотивов ГТО. Ну а также одно из предложений. Мы готовы, не дать вам молодежной политики спорта, а администрация муниципального района, готов посетить каждое поселение для того, чтобы провести информационные встречи, как со специалистами администрации, так и с населением. Данный план график по согласованию. Также на повестке дня были зачитаны доклады о работе по погашению и снижению недоимки по неналоговым платежам, арендная плата за землю, арендная плата за имущество и прочие платежи. О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2016 году. А также о ходе проведения отопительного периода 2015-2016 годов. Он паренький ветер.